Это центр города, очень красивый и много где есть погулять. Большая набережная, очень протяженная, вдоль всего Амура, который течет по баровски. Бульвары красивые, зелени много. В детстве у нас была база за городом, хоккейная, там жили все ребята, которые приезжали с других городов. Утром автобус с этой базы уходил, развозил нас по школам. Вот так вот собственно и добирались мы в город, а потом уже пешком шли на тренировки. В детстве у нас были пропуска такие, нам говорили, что можно по ним ходить, но на самом деле как-то не совсем это так работало. Потому что бывало охранники нас останавливали и говорили, где ваш билет, мы показывали эти пропуска, и они слегка недоумевались, что это такое вообще. А так ходили, ну как бы все нормально решалось. Моя семья, по возможности, всегда они присутствуют на трибунах, но когда там какие-то фосмажорные обстоятельства, есть главные игры уже у ребенка, тогда вот жена и не присутствует. А так все на трибунах. Ого! В меньшинстве контратака Читунов! Гор! Вот это да! Вот это да! Вот это сюжет! Болельщики пишут вот три сезона в авангарде, но с Хабаровской люди всегда тепло отзываются, болеют. Всегда пишут, желают удачи. Ну и так, когда летом я нахожусь в Хабаровске, кто меня узнает, подходит, спрашивает, как команда, как то-се, интересуется. Очень любят хоккей в Хабаровске. Всегда это было. Болельщики тепло о команде отзывались и отзываются, потому что все-таки команда существует не один год, не два, а там очень много лет уже. И всегда болельщики ходили на хоккей и ходят. Это же круто, когда есть хоккей в городе. Набережная Царевич. Рядом с мостом. То есть вечером там, когда тепло, очень приятно прогуляться около моря и посмотреть на мост. Есть очень много видовых, которые без названия. Приезжаешь на машине вечером и у тебя весь город как на ладони. Можно съездить на остров Русский, на институт. Там очень классно, можно погулять, там очень красиво. Построили очень много зданий, там университет, кампусы, где живут. Можно съездить на моряк, там посмотреть, по которому походить. То есть очень интересно. Я не знаю, там надо жить, чтобы понимать, куда съездить, в какое время суток. Такой стиль азиатский здесь. Много корейских всех ресторанов. С морем связано все. Морепродукты, все, ты везде все знаешь. Это все говорит о том, что море вот здесь, рядом. Начинал заниматься на открытой коробке около школы номер 17, где-то на первой речке. Там приходили. Не знаю точно, как это было. Наверное, все желающие. Пытались как-то тренироваться. Был тренер. Потому что крытых катков тогда еще не было. И тренировались только зимой на улице. У нас не было никакой профессиональной команды в Улевостоке тогда, ни крытых катков. Могли прийти на папку встретить, когда какие-то матчи были с другими любителями. А так, такого прям праздника не было. Я, когда уже переехал в Челябинск, у нас были много мастер-классов с Николишем, Мишевским. Мы приходили на хоккей, у нас на всех было на кого равняться. А там школа не так сильно развита, как хотелось бы. Потому что она по сравнению с другими школами практически новая. И у ребят должно возникать какое-то желание, чтобы двигаться дальше. Чтобы не просто так приходить на тренировки и смотреть адмирал, а стремиться к чему-то большему. Выход 2-1. По основанию бросок и трактор выходит вперед. Не успевает на Лимову переместиться и среагировать на этот бросок Виталий Кравцов. После сезона каждое лето, перед тем, как улететь куда-нибудь в отпуск на солнышко, ездить постоянно домой, чтобы увидеть родителей, друзей, всех-всех. И побывать дома, набраться эмоций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова